Продолжение следует... 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 сначала я вам покажу вот мы будем работать вот с этим мотивом я его написала как обозначила, сделала фото вы если посмотрите на моей страничке в фейсбуке, там будет хорошее фото хорошее это просто выехало из тиска мне нужно здесь это как бы черно-белые цвета на фото в фейсбуке вы посмотрите, там будет лучше видеть вот этот основной мотивчик я позначила номером 1 и вот вы его найдете, этот мотивчик вот в этих местах вот я его над поясом сделала и вот, и еще будет ряд вот этот вот, тоже будет единичка тене мотивы число ерна он етари над тимто тарито тоже потом еште тари на рукавах две две кулечка а еще тарито тоже далее буду по числению я потом высветлю прочь это платье я начинала из пояса в этом месте я связала мотивчики вот в основном из 12 углов получается мотивчик я его связала с 11 углами для этого я потом соединяла как я вам показывала что они соединяются в двух в двух углах вот как бы 12 угольный мотивчик и он соединяется в двух углах и по одному остается еще вот здесь для соединения маленьких мотивов то именно в поясе я выдумала так, что я его буду соединять только одним углом и это у меня как раз вызвало тот эффект сделало тот эффект что оно у меня как бы получилось вот здесь в поясе в линии пояса у меня получилось сужение тем же я вымысляла что этот закладный мотив имеет 12 углов я вам указала как я спою так же в том месте в линии паса я споевала только одним углом так же эта жада а эта жада имеет 11 углевод не 12 но 11 в тих местах линии паса я спою только один а там далее здесь двое в тих местах так, как я показывала обычно двое так же тим, что я здесь спою только один мотив я ухала только один угол меньший так оно в основном создало эффект в этом месте зубе на 11-ти мотив на 11-ти мотив мотив я сделала здесь так же здесь это указывает что здесь это единое будет споевать здесь уже маленький мотив здесь мм маленький здесь мм 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 дальше я показываю схемку вот здесь здесь мотивчики с 11-ти углами и вот они в одном месте они соединяются вот между собой и в этом месте потом делается как бы уже пас мм 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 это так так соединяется 10 мм из 11-ти мм Так я к ним припоила следующий пасок с 10 мотивов, которые были так и с 11 грани. Аккуратно между собой эти пасы споевала по ступне в едином месте. Вот я показываю наглядно, что я сделала сначала, когда я начинала вязать это платье, я сначала начала вязать из пояса. То есть я связала целую полосу, переднюю и заднюю, я их соединила и у меня получается 5 передних и 5 задних мотивов. Потом я сделала полосу из 10, то есть 5 передних и 5 задних, и сделала мотивы и в процессе вязания я их соединяла. У меня получилось вот такой пояс, который сразу нужно было померить, будь вам подойдет или не подойдет. Конечно, для того, чтобы вы не делали 2 пояса из мотива, вам сначала нужно померить свой пояс, а потом попробовать связать один мотив и померить его, сколько он сантиметров. И, конечно, потом рассчитать, сколько вам нужно этих мотивов. Может быть, у вас, вы вообще девочка, или вы будете вязать на девочку, которая худенькая, и вот у нее получится, например, только 4 мотива. Или сделайте, например, если у вас мотивы получаются слишком большие, то вы можете взять потоньше ниточку, и у вас получится тоже количество мотивчиков, но они уже будут как бы уже. Так же, так же, наследно от тих мотивов, я сомену хащковала долу тими закладними мотивами, которые я использовала, тихи, которые я использовала. Так же, под числом 1, здесь вы увидите, потом я на обраку, будет целый пасяк 5 мотивов, которые будут, как бы, подле закладними мотивами, в него взору, а не мнение. Аккурат, я сомену талии тигле мотивки уж толик не споевала, потому что, уж сомену я очковала, якобы, и самостатне, потому что, про истоту же, бы там потом был клиник. А так же клиник там потребовала, чтобы сначала скоушать. Вот я сейчас говорю, что когда я вязала вот в этом направлении вниз юбку, то я связала вот 5 мотивов, я их с задними 5 мотивами, я их не соединяла, потому что я не знала еще, когда вот примерка пришла, если мне нужно будет делать вот этот вот клин, который как бы здесь не должен. Я сначала думала, что мне будет достаточно расширять только мотивы, но мне это как бы не хватило, когда я мерила, то у меня эта вся юбка получилась очень тесной. И потом я решила потом добавить еще вот этот вот клин, и все получилось прекрасно. Так же, так же, тари давайте позор, что хачковать тен сподний дил, можете самостатне, как за преду, так и за заду. А потом, когда будете мать хачкованые тети, потом между ними, потом можете, как бы, разложить тен клинок, а между ними потом хачковать дальше, и следующие дополнительные мотивы, о которых мы поговорим в следующем видео. Так же, это же к тому, здесь вот этот мотив мы потом будем расширять. Здесь, как я уже говорила, я его попсала числем 1. Далее увидите мотивы 2, 3 и 4. На мотиве число 2, я здесь мала, я здесь мала, я здесь мала, я здесь мала, то схема, которая немного другая, у этого мотива, давайте позор, что, если будете его каким-то образом расширять, так при расширении, когда вы это делаете, так, когда вы положите, нормальное, конечно же, можете его выжигать, что я поручаю, положите на стул, а он не будет вам никаким способом влнить, не будет делать разные твары, будет просто ровно, хорошо лижать, а будет вам припадать хорошо, так что вы можете это расширить, в первом варианте, который я помнила, мотив, который я помнила, число 2, здесь вы видите, мотив число 2, я в том зокладном зорке, уполнень, уполнень в том зокладном зорке, мы здесь маем длинный зорок, я здесь уделала, двойку, который был двойку, двойку, который я помнила, когда я это ухачивала, мне это выжигало так, что это выглядит достаточно пятно, самовый зорок это никаким способом не улучшает, это держит все стороны, а мне это было пятно, и, конечно, это расширило, как я видеть на этом зорке, когда я так глядам, так, что эти двойки, мне это здесь пятно расширили, и, конечно, потом эти двойки будете видеть, как бы еще на вице, будут трошку управлены, но о том позже, так же, эти двойки, та рисовка видит, а маленько мы этот стриг за все начали расширывать. Мотив номер 2, я его нарисовала вот здесь, этот мотив я расширяла на, в принципе, вот здесь вот столбик с одним накидом, вот в этом ряду, вот, вот он, вот, столбик с одним накидом, ну, вот я его в мотиве номер 2, я его сделала столбик с двумя накидами, когда я его связала, положила, он у меня был хорошенько ровненький, это очень важно, чтобы вам потом платье красиво выглядело, то при расширении, при расширении, так, чтобы это вам, как бы, незаметно сделало, для того, чтобы, для того, чтобы, как бы, не нарушить этот узор, целый мотивчик, то можно, вот, как бы, в духе этого мотивчика, можно его и постепенно расширять. Так, теперь, мотив номер 3, я его расширяла немножечко, еще придавая в следующих рядах, придавая еще кое-какие петли или столбики. Вот мы сейчас посмотрим, какие. И сейчас найду. Так, вот он. Вот на этом рисунке я показываю, где можно прибавлять. И вот, смотрите, если вот в этом ряду я добавила один, как бы, еще один накид, то есть сделала столбик с двумя накидами, то в следующем ряду я еще добавила, в следующем мотиве номер 3, я добавила еще ряд вот таких вот арочек. Можете попробовать, обязательно слушайте внимательно, можете попробовать связать арочки с тремя воздушными петлями. Или можете попробовать, если у вас будет сильно крутиться мотив, например, то вы свяжите, попробуйте столбик с четырьмя воздушными петлями. Это, конечно, зависит от того, как вы притягиваете ниточку, если вы вяжете свободно или очень затягиваете. Вот от этого зависит. Конечно, здесь нужно попробовать. Я вязала 3 петли и потом 4 петли. В следующем ряду, так как у меня добавился один ряд, и вот я его расширила, то у меня потом вместо 7 воздушных петель, у меня здесь получается потом 8 воздушных петель. Вот обратите на это внимание. И это у меня получался мотив номер 3, который я показала вот здесь. Вот у меня целый ряд. Вот наверху этих мотивов не будет. Вот он будет у меня здесь на платье, как для того, чтобы сделать расширение. В мотиве номер 4 я потом прибавила еще один ряд. То есть я его вязала мотив номер 4 точно так же, как мотив номер 3, но я его сделала вот в этом ряду, в основном узоре. У нас здесь 3 столбика с накидом и 3 воздушные петли. Вот я их сделала здесь в каждой арочке. Их сделала 4 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 4 столбика с накидом. И поэтому у меня этот мотив потом еще больше расширился как бы до величины, ну, до круга. Также мотивы число 3. Я сам его делала на способ 3, я указую в дальнейшем. Это 3 всех кнопек не попсали. Кроме того же, сам уделала 2-кратно грузины с лопочкой. Так я сам потом там еще приедала, мы там потом ряду облогов, с 3-ми ретисковыми оки. Я сам наследно уделала еще одну ряду, приедала слуточки с 4-ми ретисковыми оки. Таи, просим вас, дайте позор, потому что, если я хачковать с 3-ми, небо с 4-ми, залишит на том, как мощь утахуете. Можете хачковать, а покуда вам прийде, что вы ухачкуете еще одну ряду с 3-ми ретисковыми оки, може се стат, что она вам выйде. Уплнень будет стеянно, ничего не деет. Так, клитно нечте 3-ми ретисковые оки, это означает, что уделайте две стеянные ряды, как бы еще одну ряду на весь. Если вам это стахало, так потом между краткими слабами уделите 4-ми ретисковые оки. Наследно, в том мотиве 3-ми ретисковых оки, в том велком облаке, так там, просим вас, уделите их 8-ми. Просто в каждом облаке 1-ми ретисковые оки, чтобы вам это больше расширило. Показаю здесь мотиве 4-ми. В том мотиве 4-ми я уже мухачковала мотиве 3-ми, но на конце, в этой ряде, здесь были 3-ми ретисковые оки, я здесь делала 4-ми ретисковые оки, 4-ми ретисковые оки. Далее, просим вас, еще раз, если вам стало, что аж ухачкуете в 4-м мотиве тут же ряду, а может быть ухачкуете последнюю ряду, а она будет вам каким-то образом стаховать, так ты конца, так можете их распарать и сделать это тем, что здесь ухачкуете, как здесь 3-ми ретисковые оки, так 3-ми ретисковые оки, так 3-ми ретисковые оки, это их 4-ми ретисковые оки, но потом за все это разлегно расплацное, так это плацко. Может получиться так, что когда вы свяжете у 4-го мотива вот последний ряд, то у вас мотив как бы может тоже стягивать. Чтобы этого не случилось, у меня такое не случилось, но вдруг у вас это получится, то рекомендую потом не паниковать и сделать просто в последнем ряду распустите этот ряд и сделаете в этом ряду в некоторых местах вместо 3-х воздушных петель сделаете 4. И потом вам этот мотив снова снова ляжет ровненько. Так, это что касается то, что я сказала вот насчет юбки. Потом, если вы захотите эту юбку сделать еще длиннее, вы можете еще вот этих вот мотивов номер 4, можете связать еще один ряд. Мне это платье выходит немножко над коленями, мне это нравится. Если вы захотите длиннее, можете и полностью сделать в пол, потом вам достаточно вязать вот эти мотивы номер 4, вязать в длину так долго, как вам захочется. Что касается сукни, я вам показала, как это в том случае расширить. Тихлины затим вынешаем. Если вы хотите мне это сукни над коленой, если вы хотите сукни хачковать в одну ряду, что вам это кратчее, можете еще этот мотив номер 4 зопаковать еще целую ряду до коленка. Если вы хотите ухачковать аж к котникам сукни, то достаточно опаковать мотив номер 4 так долго, как вы хотите. И вы будете мать очень красивые шатики. Теперь мы от паса на хору. Если мы ухачковали эту сукни, мы должны мать в этой линии готовы. Далее ухачковали закладные мотивы, без жадных змей. Ухачковали целую ряду. В этом случае уже можем это завировать. Не потребуется делать жадные клинки. Будем эти мотивы споют передний и задний дил до коленка. Нам это потом поможет шати мотивы. Видите, что в этом месте мне это возникло как бы как бы про рукавы как бы вестрих. Я На этом месте я только один маленький мотив, сейчас я покажу, как это вышло. Возьмите эти шаты, когда я это скушела, то мне это вышло как бы за кулаком, но в результате там закончено просто одним мотивом. Те мотивы, когда я соединяю, так между тем подпажем я закончила только маленьким мотивом, а далее уже такие мотивы были самостатные, что мне потом вытворило самотный вырез про рукав. Что касается потом вязания платья наверх, то мы его вяжем еще полосу основным мотивом, то есть мы его никаким образом не расширяем. Этот самый-самый основной мотив, который мы видим вот здесь с 12 углами, мы его вяжем и соединяем с обратной стороны. Здесь уже никаких клиньев добавлять не надо, мы потом можем платье по мере вязания наверх, мы потом можем пробовать через грудь. Что касается расширения в груди, то я это расширение не делала, потому что эти мотивы, узор платья достаточно эластичен для того, чтобы на груди у меня как бы выглядело все это хорошо, просто мне село это все хорошо. Если у вас грудь побольше и вам кажется, что этот мотив, то есть вязание этой полосы вам не подходит и вам как бы стягивает сильно, можно вот эти вот три мотива, эти вот два мотива или даже вот эти вот два и вот эти два связать по расширению 1, это, извиняюсь, по расширению 2, 3, 4. То есть вы их свяжете немножко больше, но у вас останется как бы, вы сохраните количество этих сторон и у вас только как бы увеличится вот эта полоса немножечко, то есть у вас появится место для груди. Скорее всего для начала я бы посоветовала увеличить только вот эти вот два мотива, которые именно на месте груди и находятся. То есть вы их можете связать, например, по схеме номер 2, когда вы прибавите только столбик с двумя накидами или можете попробовать сразу связать мотив номер 3, то есть вы добавите еще один ряд арочек. Это, конечно, зависит от того, от ваших, конечно, пропорций. Что касается вот здесь вот это вот расширение под подмышками, то у меня здесь никакого клина не было. Я его просто здесь вот в этом месте у меня получился мотив, который есть этот маленький для соединения больших мотивов. Вот я вам его сейчас показываю. Вот этим мотивом, когда я вот соединила эту полосу, я сделала еще мотив. Ну а потом, когда я вязала еще вот эти мотивчики, они уже самостоятельно без соединения. То есть они у меня находятся вот эти вот. Я их соединила здесь одним углом вот с этим маленьким мотивчиком. Так. Так. Теперь я хотела сказать, что если я здесь уделала эту ряду мотивов, которые были как бы без изменения под закладным взором число 1. Упозорничаю, что здесь этот взорчик то есть достаточно эластичный. Я не могла исправить, но я самостоятельно в умисле, что если бы, если бы, если бы мне это каким-то образом стахало, то в этом месте то я думаю, что я думаю, что если бы вам кажется, что вы имеете больше прса, то можете, конечно, не паникать, что ничего не случится. Здесь я бы поручила, здесь вот этот мотив, а здесь вот этот мотив, я бы поручила ухачивать подле взору число 2 или 3. Треба уделать будь одну ряду, уделать двакрат на хуже на слопочки, или еще придать ряду соблочки. Помога вам? Самое, здесь интересно, что вы захватите почител 12 стран, но самотный мотивник он се разведчивает, а тим падем вам уможет как бы, как бы, как бы, это не будет никаким способом просто бить до очи. Это таковый, как бы, в этом месте разрушить. Дальше, как я делала встрих на кроке. Видите, что здесь я делала без изменения на рамена вот эти основные мотивы. Ну а здесь, в этом месте, я немного работала с мотивами, я с ними немного поиграла, так что схема на мотивы найдем. Так, встри. Так, тюрьму я делала здесь. Здесь один мотив, который я делала как бы полочный, так что этот мотив мы в том месте, здесь я писала 1,5, а он уже 0,5, когда человек спешит. Ну а этот полочный мотив я делаю здесь. так, 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 это очень помогает. вот так, так, на месте, где я маху этот мотив, так на том месте, что там не есть нижние нижние линия нижние линия, так, 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 линия, так, так, декабрь. А так далее, так далее, так далее, мне пришел такой интересный мотив. Вдруг я делала 8-ти ритисковых оков, потом до тех ритисковых оков я делала половинные слуковки, с тем, я делала там, где была та шара, я делала там, либо ритисковая оковка, которая эти слуковки наградает. Ну а следом я делала я сделала тут ряду, я могла ее делать клитно, чтобы не было ряда с самыми ретизками, так я ее еще обхачивала, когда я сделала последний ряду в этом месте, в ровинце, а потом я постепенно уменьшила, здесь есть половинный ряду и несколько кратких ряду, а здесь я спойла. Потом я обратила краткими сладками на место и ретизковыми ряду я выхачивала, здесь я уточила, сделала следующую ряду, потом я уточила, удала следующую ряду, а последнюю ряду я уточила и заканчивала. Так же угачкует этот мотивик. В пробег угачкования последней ряда мы пригачковываем то-то патри к витчему мотивку, то-то таки два куска патри к витчему мотивку, ну а тигле мезитим за все припоюем эти маленькие мези мотивки. Так, теперь я вам покажу, что вот в этом месте, в поясе, в горловине, когда мы вяжем уже платье наверх, вот я сказала уже, что вот этот ряд у нас получается без изменений и вот эти еще два колечка без изменений. Теперь я вам покажу, как вязать вот эту горловину. У горловины я ее сделала полукруглой, можно ее сделать и квадратную, а можно сделать полукруглую. Это зависит от того, как это вам нравится. Сейчас я вам объясню, как я вязала вот эти вот мотивы. Я там на рисунке написала один с половиной спеша, он половинка 0,5, то есть половинчатый мотив. Как я его сделала? Вот я взяла основной мотив, который вот у меня здесь находится, и я использовала кусочек бумаги, я его просто поделила пополам. Что я для этого сделала? Я вот сделала так, что у меня получилось, он же 12-угольный, и вот у меня получилось 6 уголков наверху и 6 уголков я спрятала. И вот сделаем вот такое вот разделение. Здесь, если видно, то я здесь сделала вот такую незаметную линию. И вот по линии этой, которая у меня получилась, я там, я вот эту линию, я ее заменяла потом столбиком с накидами или воздушными петлями. И так у меня получилась половинчатый мотивчик. Сейчас я вам вот покажу, где у меня, вот он у меня находится. Сначала я связала 8 воздушных петель, потом я связала 3 воздушные петли и сделала определенное количество петелек. И по одному столбику, вот эти столбики и вот эти вот воздушные петли, это у меня как бы заменяют вот ту линию. Вот это вот у меня линия, да. И вот у меня получается, чтобы получилось вот этих вот 6 углов, я вяжу. Для того, чтобы у меня вот это колечко начальное не было как бы голым совсем, то я его еще вязала вот полустолбики, потом столбики без накида, полустолбики, вернулась еще. У меня потом это колечко у меня получилось как бы проще не растягивать, когда я стянула вот этими глухими петлями. И вот с этого места я потом делаю 3 воздушные петли и делаю вот этот зеленый ряд. Здесь заканчиваю столбиком с накидом и возвращаюсь, делаю вот эти вот арочки. Потом снова возвращаюсь и делаю зеленые арочки. Возвращаюсь и делаю вот этот ряд. Снова потом возвращаюсь и в процессе вязания последнего ряда я соединяю эти мотивы вот в этих местах. То есть я присоединяю к этому мотивчику в одном месте, вот в этом месте я присоединяю к этому мотиву, в двух местах вот к этому круглому мотиву и еще в одном месте присоединяю вот к этому мотиву, который будет тоже немножко изменен. Вот эти вот два мотива, вот эти, они присоединяются, вот эти вот два присоединяются потом к маленьким вот этим между мотивчиком. Так, и то же самое я делаю здесь вот наверху. То есть я связала вот эту вот эту часть, а потом горловину я вывязывала отдельно. Так, потом, потом, здесь вывязываю мотив, который я помню, в 3 четверти. Вот я делала мотивчику, это значит, что я взяла этот мотивчик, я сначала его разделила на половины, а потом еще вот так. Это означает, что я урезала ему четвертинку и вышел мне три четвертинки мотива. Когда выделите, как я сейчас в рущине говорила, выделите там таковую как бы чарку, так на месте, где будет чарка, так просто нагорадите чарку с лупочками или ретисковыми очками, зависит от того, как вы будете оттачивать, в какой ряде. Так что, этот мотив я замаловала здесь. Но, пожалуйста, посмотрите, этот мотив я сделала три четвертичный, то значит, что, когда вы здесь используете этот мотив, то у этого мотива вы будете иметь этот мотив, он не будет полуколатый, но будет как бы хранатый. И таковы люди, которые мне это нравится, поэтому я это немного смотрела к ситуации, что я вам позволю вам эту варианту. Так что, вы можете иметь гранатый здесь, если вы хотите иметь полуколатый, как я, в том случае, здесь нужно ухачивать этот мотив, я его не упреку, то значит, как я делала этот мотив, он не был завязан, он не был завязан, он не был завязан, он не был завязан, ухачивать здесь вот эти мотивы, а потом от этих мотивов, это первое, эти части, которые вы можете изменить, ухачивать, просто одинаково этот момент аж на это место и закончим ряду в половине этого облака с половиной маленькой облака мы ухачиваем большие облака и ухачиваем их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 чтобы нам потом вышли 9 облаков ухачиваем 9 облаков ухачиваем ухачиваем тут зереная облака ухачиваема Ahora09 мочевая وب Bea Собреда ухачиваем ухачиваем 2 в DM один отмачиваем с Sharpen 2 вхачиваем В каждом случае, в каждом случае, если вы выбрали менее выкослый мотив, в каждом случае, вам необходимо дать такой размер, чтобы цепило одновременно. Будь то будет мотив, а не будь то менее выкослый и меньше закулок. Дальше я вам покажу, здесь две возможности. Я здесь нарисовала мотивы, у вас их всего будет получаться, вот этих вот мотивов, как бы, я вот здесь нарисовала 3 четверти, то есть я четвертую часть этого мотива, я его как бы управила, и у вас этих мотивов всего, вы их будете вязать всего 4, то есть 2 вот спереди и 2 у вас будет получаться сзади. Я потом объясню, как. Для того, чтобы связать вот этот вот мотив, я сделала то же самое, что и с тем половинчатым мотивом, я сделала тоже, использовала вот бумагу, и как бы четверть мотива закрыла, можете сделать линии, и по этим линиям потом добавить, будь на столбики с накидом, или воздушные петли, заменить эти линии на столбики. И у вас получится потом вот такой вот мотивчик. Что касается этого мотивчика, обратите, пожалуйста, внимание, что этот мотивчик у меня на рисунке, он у меня как бы, этот вырез горловины, он у меня полукруглый. Вы его, конечно, можете сделать и квадратный, вот такой вот вырез. Для того, используйте схему, которую я вот здесь нарисовала. Это рисунок как бы 3 четверти. Но для того, чтобы сделать рисунок, эту горловину как бы полукруглую, я здесь показала вот карандашом, что можно сделать сначала, вот связать без изменений вот это колечко, в котором мы свяжем ряд из арочек, из 3 воздушных петель. Вот мы его свяжем абсолютно без изменений, а потом как бы мы его надкусим и уберем 3 уголка, которые вот здесь вот находятся. То есть мы его сделаем, мы его сделаем не вот таким вот прямоугольным, а мы его сделаем как бы вот так вот, только вот эти вот 3 уголка, мы их как бы надкусим. И вот именно в месте, где находится у нас вот этот вот ряд с арочками, с маленькими арочками. И вот как это вязать? Мы это свяжем так, что сначала свяжем вот все вот эти вот ряды с маленькими арочками. Довязав вот сюда до этого места, вот мы в середине арочки мы закончим вязать ряд, и потом продолжаем вязать вот этот вот ряд с большими арочками. Мы их не провязываем, эти все арочки до конца, и вот заканчиваем вот в этом месте. Воздушные петли, обернем колечко и вяжем вот этот вот предпоследний ряд. Потом снова обернем колечко и вяжем последний ряд, в котором мы присоединяемся опять также к остальным мотивам в платье. В каждом случае, это очень важно, в каждом случае у вас должно получиться одинаково. Если вы выберете вот квадратный вырез или немножко круглый, то у вас в любом случае должно получиться одинаковое количество вот этих сторон. И мы присоединяемся потом этими сторонами. Вот здесь у нас получается, что у нас выкроены эти три угла, и одним уголком мы присоединяемся к половинчатому мотиву. Один пропускаем для между мотивчика, двумя сторонами мы уголками присоединяемся вот к этому мотиву. Один оставляем для между мотивчика, двумя уголками мы присоединяемся вот к этому мотиву. Один оставляем для между мотивчика, и к этому половинчатому мотиву мы присоединяемся тоже одним уголком только. Вот этим. Так. Это все, что я хочу сказать к этим мотивам. Еще я вам расскажу, как связать вот заднюю часть, это тоже так же получается. Что касается задней части, потому что перед ней, здесь здесь, это такой большой вырез, Зазаду я не делала ровно, это тоже так же, но мне это не нравится. Зазаду я также сделала немного выстрих, немного немного, но к тому же я использовала... Зазаду я делала целую ровно, без изменений, потом я тут целую ровно-зопакировала, то значит, что я не придавала ее к тому, а ничего не убирала. А на конец я ухачковала тут эти мотивы, как в этой последней ровно-зопакировала. То значит, что я как бы... Этот мотив был как бы на конец, а там возникло таковое, как бы, ровно-зопакирование, менший выстрих и ровно-зопакирование. Так же, еще раз повторяю, чтобы это было понятно. Та-то ровно-зопакирование, над ней еще одна ровно-зопакирование, самозрежно ее потом не споют из-за, потому что уже там будет отвор по руке, а последнюю ровно-зопакирование так, как тут есть, тут последнюю ровно-зопакирование, то значит, что мы 1 мотив без изменений, 1 ¾-дик, 1 ¾-дик, 3 ¾-дик и 1 без изменений. А потом выждет из-за таковый меньший мотив. Также, вот сейчас объясняла насчет задней стороны, у меня там получалось так, что мы сзади вяжем вот этот ряд, который мы соединяли с задней стороны, вот мы еще следующий ряд вяжем точно такой же, без изменений, то есть вяжем 5 мотивов номер 1, мы вяжем сзади. А последний ряд, вот мы вяжем точно так же, как мы вязали с первого ряда, вот этот ряд. То есть мы вяжем 1 мотив без изменений, 1 мотив 3 ¾, 1 мотив у меня здесь сзади получается половина, 1 ¾ и 1 без изменений. И у меня потом получается сзади вот такой маленький вырез, а спереди побольше вырез. Так, как обвязать горловину, вы потом увидите в последнем видео, где я буду рассказывать и о вот этих вот клиньях. Потом, как я заканчивала, и немножко вот в этих местах, как я делала. Это все. Дальше видео будет о том, как хачковать клиньяк. Будет это немного сложнее. На высветлении попробуйте это начать. Само же, для визукова, как мило, то понимаете, самотный принцип, в общем-то не будет так тяжело выглядеть, как се то яви. А в последнем видео я вам висветллю, как я его обвалил, как я его обхачивала так, чтобы выглядеть хорошо. Укажу вам этот взор, как я это выровняла, как я это делала в руках. Так что я надеюсь на вас в будущем. А вовсе не боитесь, кто хочет, что-то сделает. С вами была Светлана. Светлана.